Музыка Хочу сказать несколько слов о проекте, который сегодня стартует здесь, в шоу-руме Казанского Федерального Университета. Это часть большой всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», которая проходит с 1 по 9 сентября и организована Российским обществом знаний при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и образования Российской Федерации. У нас в нашем университете этот проект реализуется при координации и поддержке Департамента по молодежной политике. Чтобы быть уже максимально полным, и я думаю, это будет интересно и вам, и нашим зрителям, в рамках этого проекта выступят достаточно известные, привлекающие к своей личности всегда повышенный интерес ученые и руководители Казанского Федерального Университета. Назову в частности, 5 сентября у нас в гостях будет Михаил Алексеевич Варфоломеев, известный и очень талантливый молодой ученый и исследователь Казанского Федерального Университета. Будет 6 сентября декан юридического факультета Лилия Толгатна-Бакулина, Михаил Чулкунов, академик Академии наук Республики Тарсан, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, будет в гостях нашего проекта 8 сентября. Декан высшей школы журналистики будет здесь представлен, а 9 сентября завершится проект встречи с проректором, директором Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андреем Павловичем Киясумом. Я думаю, тема медицины и здравоохранения, и того, как в этой отрасли можно состояться и стать известным и востребованным человеком, заинтересует очень многих. Но это будет финал. А старт у нас с самого перспективного направления для всего человечества, сегодня IT, и со встречи с самым перспективным директором, самым молодым вообще, насколько я знаю, директором в Казанском Федеральном Университете. Под ваши бурные аплодисменты еще раз я представляю Михаила Михайловича Абрамского, это директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем, кандидат технических наук. Ну почему я сказал сам молодой? Вообще возраст очень красивый. Во-первых, я вас поздравляю с прошедшим днем рождения. Спасибо. Только вот пару дней как остыли, да, поздравления, да, ваши телефоны, наверное, от бесконечных сообщений поздравительных, и возраст такой красивый, если не ошибаюсь, 33 года, да, это вот возраст, когда вот тут точно уже можно подводить некоторые итоги, что, я думаю, сегодня мы вместе с залом и попробуем сделать, ну и в том числе и наметить перспективы на ближайшие столетия вашей дальнейшей жизни. Тем самым я пожелал вам долголетия и успехов. Тема заявлена сегодня на встречу, когда не смог выбрать между IT и образованием, такая она, не без хитрости, я так понимаю, заявлена, но для того, чтобы мы поняли все-таки тот рефрен, который вы хотели бы донести до каждого из здесь собравшихся и наших телезрителей, я предоставляю с удовольствием вам слова. Да, спасибо большое. Я можно встану, я что-то как лекарный, как вам комфортно, присаживаться привыкаю, вот так поставить немножко. Так, ну у нас такая неформальная встреча, поэтому я просто, приходя сегодня в шоу-рум, еще где-то полчаса назад, я все еще не мог понять, о чем говорить, но потом у меня это сложилось, вот, и у меня сегодня какие-то впервые вещи, в первый раз у меня самая короткая презентация, там два слайда, вот, во-вторых, у меня сегодня в первый раз есть слайд, где я зачем-то пишу какие-то этапы своего жизненного пути, но, видимо, я к ним буду как-то отсылать и говорить, как это связано, собственно, с нашим мероприятием, вот. Но, конечно, я надеюсь, что я быстро уложусь и лучше поболтаем, нежели, как бы, я буду что-то в одностороннем порядке рассказывать. Так, ну давайте следующий слайд. В общем, да, у меня первая часть биографии просто на понимание того, о чем мы можем поговорить и почему я назвал, сказали, поделись своим знанием. Ну, как бы, знанием делиться-то я готов, вот, но, наверное, речь про опыт и откуда он, собственно, у меня берется, вот. Все-таки, возможно, что я могу патендовать на то, что у меня опыт есть, по крайней мере, что-то необычное в нем, и, действительно, в нем все время есть какой-то такой баланс или отсутствие баланса, я пока даже не знаю, между несколькими областями. Все, тут есть пункты, которые на слайд вынесены, есть пункты, которые на слайд не вынесены. В частности, я начинал учиться в 122-й гимназии, перешел потом в 31-й лицей, который я закончил в 5-м году. И вот, как бы, в лицее всегда мы должны, ну, в старших классах определяться, куда мы пойдем. Вот у каждого у вас было свое самоопределение, куда вы должны поступать. Вам кто-то что-то сказал, вы кто-то где-то прочитали, вы кем-то хотели быть. После 31-го лицея есть, как бы, ну, дорога только в Казанский университет, либо там совсем в другой город, но я не хотел уезжать. А вот выбирать нужно было между тремя факультетами Казанского государственного университета, ВМК, Мехматом и ФИСФАКом. Вот, соответственно, физику я очень любил, и поэтому не хотел бы, чтобы она становилась каким-то образом моей работой. Я очень любил на физике всегда новые темы, вот, но ненавидел контрольную работу, потому что я не понимал, как решать качественные задачи. Вот, и у меня с ним были постоянные проблемы, вот, хотя я закончил с золотой медалью, но, тем не менее, открыто признаюсь, что у меня были проблемные вопросы. На математике было совершенно наоборот, я скучал на новых темах, не то, что неинтересно было, а просто, ой, сидеть там, что-то это. Но когда контрольный такой, так, отлично, сейчас мы все решим. Вот, ну и, соответственно, узнал я про то, что есть ВМК, что там готовят программистов, так, как бы, всегда факультет ВМК позиционировался. И, собственно, я поступил, и закончил его в 10-м году уже как ВМК КФУ. Последний наш год, пятого курса, наш университет стал федеральным. Вот, ну и, соответственно, вроде как начался мой академический путь. И, чтобы вы понимали, да, тогда не было такого, что я пойду работать айтишником. То есть это сейчас мы такие, айти, айти на каждом углу, айти, вот, сам перспективный, перспективный, да, может быть, сам перспективный область. Тогда такого не было. Тогда все поступали абсолютно, вот, а я на биофаг, а я на географаг, а я на экофаг, а я там на ВМК, а я на мехмат. То есть не было такого, чтобы тогда направления, связанные с программирой, были, ну, все это, суперперспективы, за этим прямо будущее. То есть были репутации у институтов отдельных, у университетов, но не было такого движения. То есть мы поступали абсолютно ровно в факультет, и вовсе не обязательно по окончании факультетов, даже профессиональных, мы шли работать по специальности. То есть многие как бы шли, просто получая образование, тогда не было такого ощущения. И, возможно, оно было более правильным, что мы шли в университет, чтобы, ну, как просто очередной этап нашей жизни. То есть я пойду работать после, это потом, это мы потом решим на пятом курсе. Да, учился я пять лет, у меня был специалитет. Вот, соответственно, где-то уже в седьмом году примерно у нас начинается история, связанная с преподаванием и наставничеством. Во-первых, мы с рядом единомышленников организуем студенчика научного общества факультета ВМК. Вот, собственно, фотография, которая у меня в одной из соцсетей была подписана как самая отмороженная ОПГ. Вот, это мы как организаторы открытой Олимпиады ВМК по программированию. Вот, и в то же время меня позвали в лагерь, ну, вообще в движение СОЛЕТ преподавателем по математике. И, собственно, СОЛЯТ это было первое мое преподавательское место, до сих пор очень с большим уважением. И поддержкой трепетом отношусь к СОЛЯТу, чтобы там, как бы, кто-то там не говорил. Все равно это место, откуда выходит много ярких людей, замечательные люди. Многие стали моими приятелями, кто-то коллегами и преподавателями тоже, в том числе у нас в институте. Вот, в общем-то, я очень благодарен СОЛЯТу за такое приглашение. Я начал сети математику. Вот. Ну, а в СНО мы делали кружки, мы, соответственно, организовали Олимпиаду. Вот. И внезапно, в 2008 году так получилось, что я прошел на программу, которая позволила мне учиться в США в течение одного года. Это такая была программа, связанная с странами бывшего Союза, что оттуда на год уезжают люди учиться. И, соответственно, в несколько этапов я прошел этот отбор, и в 2008 году я уехал в США. Жил я в штате Огайо, как раз OH – это Охайо, и учился в Шауни-Стейт-Университете. Шауни-Стейт – это маленький университет в маленьком городе Порсмут. Ну, Порсмут – это примерно как Ознакаево, ну, типа того по населению, например. Вот. И… Но политика там такая, что есть, как бы, несколько вузов в штате, которые, как бы, находятся прямо, ну, в провинции, а не даже не в столице штата, потому что, чтобы, как бы, народ не уезжал, значит, из своих, собственно говоря, городов небольших, куда-то там учиться, и потом не возвращал в свой город. Вот. И в США первый раз я видел то, что называется «сила комьюнити», то есть действительно Америка показала силу таких вот самоорганизовывающих сообществ, когда в городе все друг друга более-менее знали, все что-то организовывали. Был городской оркестр, городской хор, и там люди просто, ну, вот, как бы знали, что вот вместе они будут праздновать Рождество, что-то будут организовать. В общем-то, вот для меня, как бы, как жителей города-миллионника, вот это увидеть было впервые. Что касается своего учебного опыта, то предугадываемо нас предупреждали про США несколько вещей, и как бы тоже я готов их подтвердить. Во-первых, что там не списывают вообще, то есть люди просто, ну, даже не задумываются об этом, то есть на тебя смотрят очень косо, если ты просто даже подглядишь в учебник на контрольной работе. Это просто, ну, даже не обсуждается. Второй момент, что там действительно больше имеет характер именно прикладной характер знания. То есть я приехал, как бы, после три курса в МК, у меня была супер, как бы, подготовка по прикладной математике и такой информатике тоже нескольким областям. Я там действительно в этом понимал лучше, чем все мои сокурсники, которые там были. Но в то же время было тяжело в плане практики ориентированности, потому что они быстро схватывали задание, начинали быстренько его делать, а я такой, так, давайте разберемся, что-то почитаем. Ну, в общем, было сначала сложно. Вот. В США я впервые еще увидел то, что, оказывается, можно управлять специальными системами образования. Например, это Moodle. Я впервые познакомился с ним там. В США я познакомился с языком Python. Это сейчас он такой популярный, ему слуху. А тогда Python был просто еще одним языком, который использовался. Поэтому, да, ну и самое главное – это отношение на занятиях. То есть я, опять же, студент академического института, приезжаю в США, где студенты без шуток заказывают на занятия пиццу, сидят с ногами на столе, и как бы нормально, и как преподаватель обращается «Эй, Джим! Эй, Джим!». Ну, то есть, ну, и нормально. И я просто начал понимать, а так, а в чем тогда идея, почему это не мешает, почему преподавателю это как бы не беспокоит, и почему они… Потому что они все, видимо, объединены какой-то идеей, что получать знания и опыт, и вот в этой обстановке им комфортно. Поэтому, конечно, опыт для меня большой был в том, что я привез много взглядов разных на то, как можно построить. И вот, может быть, впервые я не знал такого слова, но вот академическая культура, что она разная может быть в обучении, я привез именно оттуда. Вот, соответственно, в 2010 году я окончил ВМК, предсказуемо поступил в аспирантуру туда же, начал там преподавать, конечно же, программирование, с чего начинали все аспиранты сюда на ВМК. Вот, и опять, вроде как, я иду в образование, но еще, конечно, ранее в моей жизни появился один человек, но в 2010 году он сыграл очень судьбоносную для меня роль, это Айрат Фаридович Хасьянов, это первый директор института ИТИС, высшей школы ИТИС. И, собственно, до этого он был просто преподавателем тоже на ВМК, и у него было еще много, скажем так, аватара, он был представителем компании Sun в Татарстане, он был разработчиком по Java, он, ну, как бы много интересных проектов открывал, и он двигался идеей, что надо айтишников готовить, что сейчас на программистов будет спрос, надо их готовить вообще по-другому, давайте откроем организацию, в которой, или что-то объединение, в котором мы будем учить в концепции learning by doing, то есть, когда мы будем на примере практических проектов студентов обучать, при этом они стоят, очевидно, дешевле, за счет этого мы выигрываем в заказах и так далее, при этом мы проводим семинары, встречи, конференции, метапы и так далее. И вот так появляется FOSS Labs, там, конечно, еще большую роль играло слово FOSS, FOSS это Freedom and Open Source Software, то есть свободное открытое программописпечение, это Linux, это Open Source и так далее. И вот мы открыли FOSS Labs, и мы до сих пор в Википедии значимся первым хакерспейсом в России, и, собственно говоря, даже в журнале Hacker того времени мы указаны FOSS Labs как первый хакерспейс в России, то есть мы были местом, куда мог прийти любой желающий, что-то организовать, типа семинары, обучить студентов, дать какой-нибудь проект и так далее, хотя, конечно, до прямо IT-процессов разработки мы еще, ну, как бы не доходили. Вот. Соответственно, примерно в декабре 2010 года, уже, как бы, история небольшая про наш Казанский университет, ректор, первый ректор Казанского федерального университета, Ильша Травкаджигафуров, делает Айрат Фарич предложение, что вот будет создаваться новая структура для IT, для обучения IT внутри Казанского университета, чтобы две модели были одновременно, ВМК классическая модель была бы другая практика ориентирована, куда бы набирали бы со стороны преподавателей, которые бы вот так вот ротировались, и, соответственно, он предлагает это Айрат Фарич, что-то было очень похоже на то, что происходило в Фослабс, только уже, как бы, совсем прообразование высшее, и так в 2011 году появляется и ТИС. Вот. И мы начали там преподавать, тоже я был первым преподавателем, мы писали первый учебный план на ТИСа, вот, и в то же время мы столкнулись с некоторыми удивительными особенностями. Во-первых, в первый раз в жизни мы поняли, что мы оцениваем людей как-то не так, то есть мы, как привыкли оценивать на глаз, стоят четверки-пятерки, ну, пять или четыре, мы поняли, что что-то это не работает. Почему? Потому что, ну, кто в ТИС слышал об этом, до 2014 года в ТИС не было бюджета, но были гранты. А гранты – это, конечно, бесплатное обучение, но немножко с какими-то изменениями. То есть, чтобы грант получить, ты должен быть лучшим контрактником, а лучшим означает, что лучшим по баллам. И получается, ты не можешь поставить одному человеку 86, а другому 90, чтобы человек, которому 86 поставил, сказал, а почему? Почему ему на 4 балла больше? Я же сделал практически ту же самую работу, а ТИС был, как бы, ну, я надеюсь, что остается таким демократичным, в куте, где задать вопрос можно вообще и выше, как бы, а почему мне преподаватель поставил оценку и за такую же работу поставил моему другу оценку выше? Вот, и мы полностью начинаем перелопачивать вообще систему, по которой мы ощущали оценивание, то есть мы начали выстраивать формальную оценку, мы начали работать с заданиями по-новому, мы начали думать, вообще говоря, какой портрет выпускника ТИСа должен быть, что после какого курса он считается разработчиком, вряд ли же после первого, ну и так далее. В то же время я все это время оставался в оси, который постепенно начал превращаться в IT-компанию. То есть мы начали получать заказы и более серьезные заказы, и, ну, скажем так, чтобы вы понимали, что мы серьезные, я скажу, что я не могу назвать наших ключевых партнеров по NDA, потому что, как бы, ну, это действительно известная организация, которой нам давали заказы, ну, поверьте, вы их точно слышали. Вот, и, соответственно, я, получается, в это время начинается мой рост как разработчик, потому что, ну, свободные руки всегда нужны, и, собственно, тогда я уже начинаю профилироваться как веб-разработчик, да, как разработчик на Python, на Django, потому что это был мой профиль, я начинаю обучаться. И параллельно работая в IT-се, я начинаю, как бы, активно еще и развивать другие технологии, которые нужны мне были для преподавания. Соответственно, 14-15 год у нас немножко происходит изменение, что я начинаю читать лекции в моем, ну, в смысле, в нашем курсе по информатике, и в то же время в компании, опять же, по причине, что надо, как бы, какие-то процессы устаканивать, я становлюсь замдиректором, который начинает заниматься всем. Ну, то есть, в малом бизнесе, когда у вас небольшая команда, такое бывает, что вы занимаетесь всем. Было одно лето, как раз 14-го года, когда я на одной неделе поднимал упавший сервер, потому что был в опуске админ, а через неделю в интернет-банке начинал зарплату, потому что в отпуск ушел бухгалтер, которого мы наняли. Вот это происходит одновременно. Я очень сильно этим оптом горжусь, что я, как бы, вот такой за неделю такие разные вещи освоил, причем в 14-м я еще пытался совмещать с другой IT-шной работой, то есть я работал в ФОСе, еще в одной казанской компании разработчиком тоже. Вот. Ну, а в 15-м году так получилось, что я временно приостановил свое участие в IT-бизнесе, как таковом, мне немножко, скажем так, будем честны, меня немножко начало тяготить, что тогда чуть стало сложно с нашими заказчиками, потому что в 14-м году курс доллара резко поднялся вверх, а наши заказчики были теми, кто платил в валюте другим людям, и ссылались, что, ну, ребят, на вас денег нет, потому что курс доллара вырос баснословно. А я, как администратор главный, я должен был, как бы, сотрудникам что-то обещать и так далее. Мы, как бы, более-менее разрулили наши, скажем, обязательства, но потом я сказал, все, ребят, давайте, я лучше буду полезен как преподаватель. Вот, соответственно, начинается уже мое глубокое погружение в IT-с, и в 16-м году ясность руководителя образовательной программы, это тоже такая новая роль, которая, как бы, человек, который должен погрузиться в контент всех предметов и сказать, вот это круто, это не круто, а этот преподаватель молодец, с этим надо поговорить, и, соответственно, какие-то выводы дать, ну, начальству. Вот. В это же время у меня начинается увлечение опять скрещиванием IT и образования, у меня появляется лаборатория Smart Education, в которой я вместе с моими студентами дипломниками и курсовиками, мы начинаем ковыряться, как IT может помочь образованию, то есть мы начали думать, как там визуализировать учебные планы, как проектируете индивидуализацию образования. Вот если среди вас есть первый курс, вы будете выбирать, если среди вас есть такие студенты, которые будут выбирать курс по выбору, там, по истории, по философии, по естественной картине мира, и там будет такая информационная система, вот это тоже наша разработка. Она, как бы, ну, такая еще немножко есть недоделки, но вот это тоже то, что мы делали внутри этой лаборатории. Поскольку я выбрал академическую карьеру, каждый человек в университете скажет, если ты работаешь в университете, без диссертации ты никто. И поэтому, собственно говоря, меня долго толкали-толкали на мои старшие коллеги, чтобы я защитил диссертацию. Здесь опять нет одного пункта, который надо про меня честно сказать. Я надеюсь, что у вас никогда не будет истории, когда вас отчисляют из университета. А вот у меня приказ об отчислении Абрамского Михаила Михайловича из Казанского университета есть, а именно из аспирантуры в 2013 году, ну, потому что я не успел ей заниматься, посмотреть, чем я занимался там. И поэтому мне сказали, ну, поскольку у тебя мало чего есть, то как бы фэрвел, но возвращайся, когда допишешь диссертацию. За это время я диссертацию и тематику поменял, и научный руководитель, и защитился вообще совершенно по другим вещам. Ну, и потом вот внезапно история здесь этого слайда заканчивается тем, что после, значит, уже того, как Айрат Фарич перешел в школу 21, тоже очень интересный проект, мне вот было предложено продолжить ИТИС в том или ином виде. Вот. Соответственно, поэтому я и назвал свой путь, когда я не смог выбрать между IT и образованием, потому что я могу порисовать, что в 2020 году одной ночью мы сидели над вопросом, как в COVID голосовать на ученых советах. То есть ученому совету нужно проголосовать, чтобы был явочный лист сохранен, но чтобы голоса не сохраняли в системе. Ну, и я, как бы, доверяя себе, накидал приложение, показал его Дмитрию Альбертовичу Таюрскому, он сказал, давай, отлично. И в итоге у нас сейчас есть проект голосования ученых советов и диссертационных советов, где и институты, и ученые советы, и диссертационные советы, там принимают определенные решения, система работает, там уже около тысячи с лишним пользователей и около 30 советов там участвуют. И, как бы, ну, я открыто говорю, что этот проект я сделал быстренько две ночи. Одну ночь я сделал одну версию, вторую версию в другую ночь. Вот. Но проект маленький, поэтому я мог себе это позволить. И, как бы, под личную мою гарантию люди мне доверяют, и, как бы, ну, и наш департамент информизации тоже проверил, что там никаких уловок нет. Вот. Поэтому, как бы, айтишниками я быть продолжаю, я продолжаю преподавать, потому что, ну, понимаете, директор директором, но я должен погружаться, во-первых, в людей, у которых я веду, какие у них сейчас чаяния, идеи и так далее. Я должен погружаться в технологии как айтишник, иначе я устареваю. Я уже устареваю сильно. То есть, например, какие... При моей работе в IT не было бума нейронных сетей, а он начался вот буквально последние пять лет. При моей работе в IT даже веб-разработка была немного другой, не той, которой сейчас. И поэтому все равно приходится безумно долго обучаться, чтобы быть в курсе. Хотя, казалось бы, как директор института я могу заниматься другими вещами. Ну, я думаю, что вот Леонид Григорьевич тоже может понять, что, как бы, должность декана Высшей школы журналистической медикамагации не освобождает от понимания современных медиа и даже, наоборот, еще стимулирует это лучше владеть. То есть, вот тут вот со мной рядом мой коллега, я думаю, прекрасно понимает то, о чем я говорю. Вот. Ну и, собственно, вот у меня тут поделись своим знанием написано в шаблоне презентации. Дайте следующий слайд. Буквально еще несколько слов я скажу. Ну и, короче, что в итоге я хочу сказать после всего того, что я рассказывал? Наверное, как это надо сказать, что я из этого всего извлек. Какие-то выводы, которые я бы вам посоветовал, на которые стоит обратить внимание. Вот. Я вот такие четыре слова вам скажу и объясню, что я имею в виду. И, собственно, после этого мы можем уже поговорить скорее про вопросы. Значит, первое – это экосистема. Картинку я хорошую не подобрал, поэтому вот наши ребята-активисты с 17-го года фотографию, которую я сделал, вот придумывают день первокурсника сценарий. Экосистема вообще имеет много терминов. Есть биологическая экосистема, есть экосистема в бизнесе. То есть, когда у вас компания выстраивает целый набор своих сервисов, связанных между собой. Ну, самый известный пример экосистемы – это Сбер, Яндекс, ВК, сейчас превращается в экосистему уже, и соцсеть она покидает. Вот. Но экосистема – это еще и в целом некое, значит, пространство. Вот есть много таких слов. Есть среда, экосистема. Так вот, экосистема, собственно, когда вы участнику предлагаете набор сервисов для его, как бы, личного развития, для его роста. Так вот, на ту деятельность, которую вы занимаете, вам надо смотреть с точки зрения экосистемы. Если вы, например, даже смотрите на вашу группу, вот вы староста в группе, и, допустим, что вы хотите, чтобы ваша группа развивалась вместе, вопрос, что вы хотите для этого сделать. То есть, какие вы можете предпринять для этого шаги, как вы хотите сплотить вашу группу. Если вы, например, ведете какой-то кружок, то, опять же, вопрос не только в том, чтобы заниматься интересными вещами, а просто в том, чтобы каждому человеку там было комфортно. И вы увидите, что люди будут отзываться, они будут вместе с вами развивать то место, которое им ближе. У меня с ИТИСом произошло ровно то же самое, потому что вот как раз Айрат Фаридович научил своим подходам меня, в том числе, например, как вести коммуникацию с сотрудниками, что бесполезно пытаться, как бы, надавить в нашей сфере, в IT-сфере любой человек, ну, как бы, IT-шник скажет, ну, все, пока, я пошел. Спасибо большое за то, что поговорил. То есть, вопрос, что надо разговаривать, надо обсуждать, и надо все время давать возможность, чтобы человек был причастен. То есть, не вы решаете за людей, что им надо, люди сами хотят что-то делать, и видят, что вы их поддерживаете, что их инициативы воплощаются. Поэтому думайте про ваши, как бы, личные проекты, какие-то зоны ответственности, как про экосистему. Вот, и вам, мне кажется, будет все хорошо. Команда, второй момент, да, что, ну, это на самом деле понятный вывод, никакой хороший проект вы не сделаете в одиночку. Ну, вот, даже если вы индивидуалист, как бы, лучше перестаньте и найдите людей, которые вам доверяют, которые вам верны, и с которыми вы, возможно, свернете горы, потому что даже сейчас вот вы поступили, ну, тут большая часть первокурсники сидят, вы поступили, вот сейчас вы заведете друзей, и вы не поверите, что вы будете делать через лет 10 с этими друзьями. То есть, как бы, ну, я опущу, что вы можете тут найти свою будущую семью, это понятно. А самое главное, что вы можете найти будущих коллег, с которыми вы придете работать. Вы можете учиться с человеком просто на курсе, а через 10 лет прийти на работу, человек вот сидит рядом с вами, и вы с ним общаетесь, потому что вы его помните. Вот эти горизонтальные связи порождают как раз-таки то, порождаются здесь в университете. И если вы здесь найдете команду и будете, начнете участвовать как команда в проектах, в хакатонах, в конкурсах именно группы людей, вы рано или поздно все равно придете к какой-то, к какому-то юниту, который может открыть свой бизнес, создать свое дело, или просто стать каким-то объединением. Вот, поэтому обратите внимание вокруг себя, на людей вокруг себя, команда, она действительно решает. Ничего нельзя сделать в одиночку, и, как бы, надо искать команду. Третий пункт, нейронная сеть, не зря я взял в кавычки, потому что речь не про вот эти нейронные сети. Я мем тут привел, который я очень люблю. Люди, которые говорят, что я скоро уничтоживаю человечество, и моя нейронная сеть. Вот, типа, показывают, что это пес. Но это шутка про то, что нейронная сеть на самом деле имеет определенную долю ошибки. Но я говорю про нейронную сеть, как, скорее, про человека. О чем речь? Если честно, все успешные люди, которых я видел, занимаются очень много разными вещами. То есть, если у вас нет хобби, или у вас нет увлечений, подумайте, откуда их взять. Ну, то есть, значит, что-то вы делаете неправильно. Потому что за счет того, что вы увлекаетесь разными областями, разными какими-то видами активности, спортом, музыкой, чем-то еще, вы потом не заметите, как вы перекладываете эти паттерны на вашу профессиональную сферу. Вот, например, я вам приведу совершенно как бы пример со стороны. Есть известный проект в России политический, это школа губернаторов. Ее организует первый замглавой администрации президента Сергей Владимирович Кириенко. Он делает школу губернаторов. Собственно говоря, выпускники этой школы последние несколько лет достаточно активно становятся прям губернаторами областей Российской Федерации. Так вот, в рамках этого обучения у них есть такой модуль, где они прыгают с 7 метров в горную реку. Вы скажете, зачем они это делают? А это моделируется рискованная ситуация, высокоадреналиновая, и принятие решения к действию. То есть, если они прыгнули, шагнули, все, дальше мы не боимся. И в момент, когда они должны принимать какое-то решение по своей работе, они решение это сделают. Я приведу другой пример. Вот есть, например, ну вы слышали про Сколково. Вот есть Сколково, несколько есть как бы разных организаций, есть школа управления. Один из основателей Андрей Волков, это известный специалист по образованию, советник министра образования и так далее. И в то же время он президент, я не знаю сейчас, но он президент Федерации альпинизма, хайдайвер, покоритель Эвереста. Опять же, вопрос зачем? Потому что в сложной ситуации, в ситуации восхождения проверяются определенные человеческие качества, которые потом нужны управленцам, чтобы в какой-то сложной ситуации не разбежаться, не испугаться, а взять ответственность себя, принять решение или что-то. Поэтому это все моделируется. И поэтому, когда я говорю вот нейронная сеть, я уж, ну такая аналогия, что вы должны, и вы как бы ищите деятельность, которая вам нравится, развивайтесь в ней и не бойтесь пробовать. Вообще как бы, если вы считаете, что типа, ну я поступил учиться, я не буду ничем заниматься. Это все, ну ерунда. То есть я просто не стал приводить пример, чем я занимался, я, ну я просто могу перечислить. Я пел в хоре до того, как стал директором. То есть я еще после окончания веры, я 15 лет в капелле хорового университета пел. Вот. Я, кроме того, что мы были в сно, я участвую в студвесне. Я участвую в весне как преподаватель тоже. Я в 14-м году пошел на фьюжн-дэнс, то есть это на танцы, и там был, что у нас, хаос, это дэнс-холл и так далее. Я пошел на йогу в 15-м году, как бы, значит, ну с разными долей достижения. То есть суть в том, что вообще как бы бояться не надо, и если вы стесняетесь, ну не надо стесняться. То есть если считаете, ну я буду глупо себя чувствовать, и как бы, и тогда я глупо себя чувствую. Вот поэтому я сейчас, когда в зал хожу, я одеваю обтягивающий футбол, в которой видно мой живот, потому что это мотивация. Вот, то есть, ну не бойтесь, это как бы, ну реально, вы от этого выигрываете больше, чем вы стесняетесь заниматься какой-то деятельностью. Это правда, это действительно работает. Ну и еще один пункт – это рефлексия. Рефлексия – это процесс, когда вы в разговоре с собой пытаетесь со стороны посмотреть на свой собственный опыт. Вообще, тут можно было целый отдельную лекцию делать, потому что такое рефлексия, потому что это очень важный педагогический и психологический инструмент. Я приведу вам два примера, о чем говорю я здесь про рефлексию. Надеюсь, что, в принципе, он вам расскажет, ну вам покажет, о чем я говорю. Ну, во-первых, в какой момент вы понимаете, что вы действительно владеете каким-то знанием или умением? Вот вы, опять же, 11 лет учили в школе, из них там сколько-то лет учили математику. В какой момент вы поняли, что вы крутой по математике? Вы это поняли внезапно на занятии? Нет. Вы не поняли вообще? Бывает. Но если вы там победили в Олимпиаде, вы… Ну, может быть, может быть. Вот. То есть суть в том, что вас подталкивает к рефлексии, значит, что дает вам рефлексия? Вы присваиваете себе ваш собственный опыт. То есть вы в разговоре с собой внезапно можете понять, что, а, я на самом деле могу это делать. Когда мы чаще все рефлексируем? Когда случается что-то плохое. Когда случается что-то плохое, вы говорите, ну, почему со мной это произошло? Ну, как я мог так поступить? Ну, почему? И вы никогда не рефлексируете, когда происходит что-то хорошее. Ну, типа, а что, отлично, я выиграл там, все хорошо. Так вот, вы должны рефлексии владеть как инструментом. Не когда она включается, что у вас что-то плохое случилось, и вы задаете себе вопросы. Поэтому, говорят, на ошибках учится, потому что ошибка каждая. Все плохо, ты сидишь и думаешь, почему это произошло, и становишься. И вот именно рефлексии получаете. Так вот, возьмите инструмент себе нейтрально от ситуации, которая происходит. У нас, когда мы проекты делаем, например, студенческие в институте, на занятиях, у нас всегда есть как бы этап рефлексии, когда мы садимся и разговариваем. Ребята, какая дельта у нас? Вот вы до проекта, вы после проекта. Что вы можете себе сказать об этом? Какие у вас есть инсайты? То есть, вы негативный какой-то опыт получили или позитивный. При этом, это вовсе не, как сказать, это не похвалить себя. Я молодец. Это не про саму мотивацию. Это именно разговор со стороны, оценка прошедшего. И если вы оцениваете себя, еще раз, вы забираете себе тот опыт, который вы получили. Вот. Поэтому инструменты рефлексии надо себе забрать и постоянно ей заниматься. Большинство исторических личностей, которые вы знаете, вели дневники. Вот тоже как бы вам история про рефлексию. Поэтому разговаривайте с собой обязательно. А осознаваясь со стороны, когда прошло какой-то период времени или какая-то прошла активность, задайте себе вопросы. Что изменилось? Я зачем? Как бы, что я чувствую? Что я понял? Проговаривая это, вы вот потом поймете, а вот теперь я этим владею. И я больше этим заниматься не буду. Или теперь этим владею, и да, наверное, в следующий раз могу чуть лучше это сделать. Проговорите это не только, когда у вас ошибки, а в принципе, ну, по ходу своего обучения. Вот. А все? На самом деле, да. Спасибо, Максим. Вы так... Я тогда присяду, наверное. Да, конечно. Вы так скромно сказали, что у меня всего два слайда. Вот. Но в них вместилось столько, да. Да, вчера я на дне первокурсника там услышал со сцены, говорят, в любой непонятной ситуации в КФУ рисуй слайды, да. Вот. Мне кажется, что... Ну, это шутка такая была. Мне кажется, что для вас ситуация настолько была понятна и однозначна, что вы не стали лишним рисовать, но заложили в те слайды, которые представили, максимум того, что является содержательным. Это, возможно, вызвало определенный ряд вопросов. У меня просьба давать мне сигнал, чтобы я видел, и мы смогли с помощью... Вот Екатерина передала микрофон своей соседке, да. Вот. С помощью, значит, наших помощников этот микрофон к вам направлять по рядам. Давайте только знать, пока микрофон движется, вот я вижу первый, вот передавайте, пожалуйста. А прямо по рукам передавайте, так тихонечко будет уходить, и потом к вам возвращаться. У меня вопрос по ходу вашего выступления. Если позвольте, несколько сразу, ну, право, ничего не трогать в микрофоне, он на запись работает, работает отлично. Ну, и звучит тут все хорошо. Вот вы все рассказали про себя, я возвращаюсь к вам все-таки, к вашей личности. Но там почему-то, вот в конце чуть-чуть про хор вспомнили, ничего нет, про музыку. Ведь вас еще за плечами музыкальные школы, насколько я знаю. То есть такой еще играющий во всех смыслах директор, то есть еще и на фортепиано, да? Ну, ладно, я уж просто не выбрал между IT-образованием и музыкой. Ну, просто началось с того, что я окончил музыкальную школу по классу фортепиано, и причем мне пришлось окончить экстерном, потому что было поступление в 101-й, и как бы мама мне сказала, так, давай вот все заканчивай, и потом спокойно учись уже в лицее. Вот. В 31-й школе невозможно из нее выпуститься. В мои годы было, чтобы не взять гитару в течение этих четырех лет, пока мы учились. Это как бы просто невозможно было. Ты в 31-й поступай. Сейчас немножко по-другому, но в мои годы в 31-й ты выходил явно с прической, с более длинными волосами, чем ты как бы поступал в нее. Явно с большим количеством песен, которые тебя учили, которые ты знал. Вот. И, соответственно, ну, понимаете, как музыка, она всегда была таким хобби, я не рассматривал музыку как карьеру, и я, в принципе, не следил сильно за ее влиянием на мою какую-то такую профессиональную деятельность. Мне, наоборот, она всегда была такой отдушиной. А вот там в ВКонтакте, по-моему, у вас написано, что музыкальное пристрастие – натуральный минор. Это что такое вообще? Ну, это уже, что называется, личные причуды. Я просто заметил, что среди… Если кто музыкальное образование есть, то что однажды я заметил, что среди моих музыкальных композиций, которые мне нравятся, вот гармония, которая должна быть, там есть миноры натуральные, гармонические и мелодические. Вот большой процент песен, которые мне нравятся, был бы натуральный минор. Это просто, скажем так, как устроена гармония в определенной тональности. Просто такое случайное совпадение, поэтому я на нем решил и написать. Это не значит, натуральный минор, не в смысле, что натуральный минор, там сижу и грущу. Тут как-то, да, вызывает… Не типа светлая грусть, мне не об этом разговаривают. Самые разные мысли. Хорошо. Мы подготовились, осмотрю. Мы интеллигенты люди, мы всегда готовимся к встрече с интересными людьми. Я видел, вопрос, микрофон дошел. Только представляйтесь, потому что Михаил Михайлович, может, не всех знает. Здравствуйте, меня зовут Уфина, я первокурсный студенческого факультета. Хотела задать вопрос. Все чаще в школах нас разделяют на профили гуманитарные, естественно, научные, биохим. И часто, как, например, у меня не было многих предметов биологии, химии, информатики. Я вот хотела спросить, считаете ли вы, что стоит все-таки информатику сделать обязательным предметом, наравне там с математикой или физикой, поскольку технологии-то все больше и больше внедряются в нашу жизнь. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Во-первых, да, а во-вторых, так и сделают. То есть рано или поздно ее туда-там. То есть я на самом деле слабо отслеживаю школьное образование, но я смотрю больше высшее. Но внутри школьного образования информатика, ну как бы, вот в Казанском университете по определению информатика есть везде. Открывается IT-класс, например, в Гелабуге, но это не означает, открыт уже, но это не означает, что как бы у других не IT-класса информатики не будет. Как бы, разумеется, да, цифры — это новая грамотность. Тут, ну, очень недальновидно. Другое дело, что вопросы, как я знаю тоже с коллег в образовании, связаны с часами. То есть приходится играть, какой-то предмет нужно сократить, какой-то предмет нужно добавить, нельзя больше часов, чем заложено в стандарте и так далее. Но, если честно, как бы, я все меньше и меньше слышу историю, что информатики прямо нет. Я больше слушаю историю, когда к нам приезжают ребята, ну, не из самых таких сильных школ, и вот я там, наша преподавательница по информатике ушла в декрет. Вот, это я слышу часто почему-то. Но, скажем так, да, бывает, что может быть сложно искать преподавателей, но мне кажется, со временем у нас количество вот тех, кто может давать цифру в школе, и будет увеличиваться. Поэтому, поэтому, все правильно, введут и будет обязательно. Спасибо. Меня зовут Алина, я обучаюсь на втором курсе на конфликтолога в институте из ФНИМК. Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за искренний рассказ о себе. Не часто такое встретишь, мне кажется. Мой вопрос в следующем. Сейчас все чаще можно увидеть рекламу различных онлайн-курсов, которые предлагают получить востребованную IT-специальность всего за полгода, из дома, из любой точки мира. Вот как вы считаете, как специалист в этой сфере, как директор ИТИСа, может ли такой курс заменить полноценное получение образования, ну, в том же ИТИСе, например? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос очень злободневный, учитывая, что ИТИС в этом году открыл онлайн-бакалавриат и набрал первую группу. У меня сегодня там тоже было занятие у этих ребят, которые поверились нам. Ну, смотрите, тут несколько моментов. Во-первых, что такое университет, по сути дела? Университет — это, разумеется, профессиональные знания, но в то же время это большой опыт социализации, большой опыт совместной проектной работы или групповой работы. И это еще и культурный код определенный, да? То есть человек, который прошел через университет, у него есть определенный набор таких, как бы, событий, которые с другим человеком его роднят, который тоже прошел через университет. Что там, о, как в сессию было, о, я не ходил, я там списал, я прогулял, или я там зубрил, вот. И, соответственно, человек, который университет не заканчивал, он для них кажется немножко таким, а почему? То есть я с ребятами, которые, скажем так, из-за этой сферы хотят бросать университет, потому что уже работают, я с ними много говорю, что вы будете странными казаться. Вот. Теперь второй момент такой, что со всеми компаниями, которые занимаются онлайн-образованием, я знаком, почти со всеми. Я с ними общаюсь, и более-то мы даже партнеримся. Я им задавал ваш вопрос примерно. Я говорю, как вы работаете с репутацией того, что, типа, ну, как бы это все не то? Их ответ был, ну, одной из компаний, человек, пожалуй, плечами сказал, статистика по трудоустройству больше 90%. Ну, то есть говорить о нас могут много, но у нас есть партнеры-работодатели, которые готовы брать. И третий пункт. Мой личный взгляд заключается в следующем, что кроме того, что люди… То есть вопрос в том, как устроен курс и как устроено образование. Вот без прям постоянной проектной работы групповой невозможно вот этот практический опыт получить. Те онлайн-программы, в которых есть модуль, где ребята занимаются проектной работой, он может помочь. Это и социализация, и общение, и коммуникация профессиональная. И потом на собеседованиях они могут сказать, да, у нас есть такой опыт. Те, кто придут, скажут, я просто прослушал курс по питону, по джанго, по керосу, по чему-то еще, они скажут, а что еще вы кроме этого? То есть вот того, что вы курс послушали, что вы еще можете? То есть есть еще фундаментальные знания, которые университет достраивает. И онлайн-компании, они сейчас с вузами партнерятся. Они как раз-таки, ну, заключают такие соглашения, что можно вместе обмениваться контентом и готовить как бы специалистов совместно. И я эту модель очень люблю. Это в смысле даже одно из будущего вариантов развития онлайн-образования, что это тандем вуза с онлайн-партнером. Вуз закрывает вопросы фундаментальных знаний, социализации некоторые, да, а, соответственно, компания, которая может приглашать каких-то других преподавателей или приглашенных людей, она может давать какие-то такие уникальные знания. Но поиск баланса пока еще не завершен. То есть мы вот открыли эксперимент в этом году, я в нем лично погружен, мы очень много сидим, работаем с коллегами, чтобы ребята именно чувствовали, что они такие же студенты, что их как бы у них такие же права, как у студентов, да, что они могут, скажем... Нет, я тут. Да, что у них такие же права, как у студентов, что у них такие же возможности. Но у них, например, проектная работа обязательная все восемь семестров, в которые они будут учиться. Потому что иначе я не знаю, как достроить вот этот опыт. Как-то так. Спасибо. Надеюсь, что ответили. Если попробовать, выражаясь музыкальным языком, помузыцировать вокруг этого вопроса дальше, вот смотрите, сегодня значительное число людей, уже выпустившихся, уже работающих, уже даже состоявшихся, больше-меньше там в каких-то своих профессиях, властях знаний, пытаются овладеть какими-то компетенциями в области IT. Или им предлагают это, рекомендуют, или они сами даже хотят просто жизнь поменять, траекторию жизни. Ну, например, вот сейчас очень модно искать себя в Data Science, например. Говорят, вот смотрите, мы быстро этому обучим, тут математику знать не надо. Говорят так. Я говорю о том, что происходит вокруг нас, в реальности. С вашей точки зрения, насколько это перспективно, оправдано и имеет действительно, простите опять за профессиональную перспективу, может ли человек таким образом действительно изменить свою жизнь, построить себе новую траекторию, сориентироваться на эти онлайн-курсы, имея за плечами какое-то высшее образование, уже какую-то карьеру в прошлом, и потом состояться в чем-то новом, но уже с IT-сферой связанной. Хотите, дам бесполезный? Вот такой длинный такой... Бесполезный, правдивый ответ. Честный ответ. Зависит от человека. На самом деле, я могу процедировать одну из статей, она в одном из курсов на степи, как раз по Data Science приводится, где объясняется разница, что тот же Data Science, есть разные профессии, уже сейчас внутри Data Science, есть разделение, есть Data Analytics, Data Engineer, Data Scientist, есть и так называемые Analytics Translator. Я даже по-русски это не переведу, я использую английский вариант. Так вот, соответственно, у них всех есть разница и разница в их компетенциях. Так вот, Analytics Translator это человек, который как бы должен объяснить бизнесу, какие можно сделать внедрения и улучшения показателей бизнесовых с помощью технологий искусственного интеллекта. Он должен объяснить это так, что бизнес понял, но при этом этот же человек должен потом поставить Data Scientist на такую задачу, зная, что они ее выполнят. Вот на эти профессии переобучиться можно. То есть, как бы это, скажем так, человек, который мы там называем, человек с головой, думающий и так далее, овладеть этим можно. Если мы уже идем в Data Science как таковой, то там все-таки, ну, конечно, сейчас нейронную сеть можно написать четырьмя строчками в питоне, просто вызвать и написать. Вот, но, скажем так, когда происходит ограниченность этих инструментов, да, когда мы наблюдаем, что он не решает проблему, то, как бы, можно поднять лапки и говорить, а я не знаю, что делать. А человек, который обучался с большей базой, скажем так, да, он знает хотя бы, как они работают, он может запрограммировать изменения нейронных сетей и как-то еще. То есть, конечно, надо смотреть, зачем вам получать это образование. Если искать профессию, то какую? Например, в том же самом обычном IT, назовем это так, да, есть профессия аналитика или тестировщика, которые не работают с программным кодом, да, то есть, тестировщика, самая первая задача, самая простая, это так называемый monkey testing, то есть, это обезьяне тестирование, что просто, спокойно, скрупулезно, по всем ссылочкам прокликать, и это как бы выдержка, терпение, но вовсе как бы не какие-то очень фундаментальные знания. Но если тестировщик хочет получить level up, чтобы у него было большее развитие, он уже должен изучать программирование, чтобы идти к автоматизации тестирования, это уже больше как бы посыл. Но опять, вот здесь уже снова зависит от человека, конечно, кто-то это может охватить. Есть и третий этап, конечно, пойти в управление, но тут опять же зависит от человека. Спасибо. Спасибо. Я так понимаю, вы будете перебрасывать микрофон друг к другу, да, но пожалуйста. У меня вопрос. Вот вы показывали очень красивый слайд со всеми вашими этапами в жизни. Какой из двух, да? Ну не этот. Суть в том, я хотела спросить ваше мнение, без какого этапа вашей жизни вы бы, возможно, в этом красивом красном кресле вообще не сидели перед нами? Какому этапу вы больше всего благодарны? Вот он стал таким поворотным, возможно, без которого ваш путь до вот этой точки стало бы, возможно, скучнее, дольше, тяжелее. Хороший вопрос, но про красное кресло. Вот без закупки этого кресла этот этап бы не состоялся точно. Спасибо этому моменту в жизни, когда университет их закупил. Теперь, собственно, про вас. Хочется ответить как бы правдиво, но хочется ответить еще и красиво. вот, но все-таки мне кажется, что если уж говорить про не кресло, в каком качестве тут сижу, то, конечно, это все-таки решение создавать новый IT-факультет. Это и первый ректор университета, и самое главное, Рад Фаридович Хасианов, который взял на себя эту ответственность. То есть в том, что он как айтишник, он понимал, что это университет, что есть как бы задачи университета, и они определенные, и университет определенный образом устроен, а айти-сфера и айти-обучение может работать по-другому, и нужно было вот это вот совмещать. И, собственно, вот мы его воспринимали, я надеюсь, что у него и сейчас это получается делать, уже на другой позиции, он был таким зонтиком. Он как бы, ребят, вот мы к ним проявили, мы вот этот хотим. Да-да, круто делайте. Да-да, вообще зашибись, вообще отличная идея. То есть он постоянно, как бы мы чувствовали поддержку такую, и самое главное, что и на уровне университета тоже в целом мы создавали какие-то прикольные вещи, и нам за это ничего не было. Хотя можно было что-нибудь придумать, что нам за это сделать. Вот, поэтому, наверное, все-таки это вот идти в том виде, в котором он и начался, и, например, то есть, вот, например, с года 11 до года где-то, может быть, 16-17. В 16-17 просто мы уже примерно укропнились и чуть-чуть более устаканились, скажем так, по процессам. А вот с 11 по 15 год прямо творчество было, что мы там нового будем делать. Наверное, так. Спасибо. Пока в зале возрывают вопросы, следующее, вот на первый ряд передавайте пока микрофон, я тоже по ходу вашего выступления еще продолжу некоторые вопросы вам формулировать с вашего разрешения. Вот у вас было в американских воспоминаниях был такой пример, когда вы удивились, что во время лекции, ну, чтобы как-то надо его тут точки на дыр оставить с этим примером-то. Во время лекции можно там пиццу заказывать и так далее. Вот вы бы как директор сегодня согласились с такой системой, когда студенты во время лекции начинают заказывать пиццу, еще тем более не вам. Нет, на самом деле, во-первых, она была для всех. То есть все накидывались сразу. А во-вторых, все-таки это не лекция, там было лабораторное занятие как бы за компьютерами, то есть все-таки обстановка располагала больше. Разумеется, речь не о том идет, что там ведем потоковую лекцию, тут заходит доставка, кому пиццу. Хотя мы шутили, что когда ИТИС появился, примерно в 11-м году появился на Пушкина в Казани Кебаб-Сити. И мы постоянно ходили туда как бы обедать, все такое, и мы думали, да, сделаем лабораторию в Кебаб-Сити, чтобы был филиал, как бы у нас прямо и у нас на лекцию прямо приносили эти шаурму, там, лепешки и так далее. Вот, поэтому все-таки давайте так, это опять про экосистему, то есть и если в целом заказ пиццы не как бы противоречит процессу преподавателя, который просто в рамках лабораторных подходил и помогал каждому, если он способствует тому, что студенты чушатся голодными, а как бы они могут комфортно еще дольше просидеть в лаборатории и заниматься, там именно так и было, у нас была пара, которая шла с 6 до 11 вечера и, ну, с перерывами, ничего, вроде и не умирали, но там действительно тоже было, там, правило, кто-то сидел, там что-нибудь поужинал, что-то еще, то есть это, во-первых, общественно договоренность, что как бы нет, как бы никто не против, во-вторых, это действительно способствовало какой-то такой более домашней атмосфере и там в этом были свои плюсы, сейчас я повторюсь, что в зависимости от того, какое у меня было бы занятие, это можно было бы делать или нет, допустим, на лекции моей по информатике, да, у меня был однажды флешмоб, который, скажем, организовали мои студенты, вашего курса, кстати, по-моему, да, значит, Булат, наш четверокурсник, значит, они по команде все достали колу 05 и открыли ее, прямо одновременно, вот был такой флешмоб, жалко, что я не заснял, вот, соответственно, флешмоб был забавный, да, он посвящен был тому, что я должен этот напиток на легал, в те годы очень сильно, и, соответственно, там, конечно, я посмеялся, но если бы мы там еще пиццу есть начат, то это противоречит, я то рассказываю, разговариваю и так далее, а вот если брать какое-нибудь занятие, например, которое, у нас вот есть курс по выбору, лаборатория проектирования цифровых средств, образовательных, там мы разговариваем, и скажем, если бы мы бы строили одну пару формат, пицца дэй, заранее обговорив бы это, это было бы вполне себе нормально. Спасибо. Здравствуйте, я студент Института математики и механики, и я хотел бы вам задать вот такой вопрос. Многие студенты поступают на IT-специальности в российские вузы, но не все остаются довольными обучением. Как вы можете вообще это объяснить, что нужно изменить, и вообще, в чем парадигма в старой системе образования, либо же недостатки молодых и перспективных кадров, которые могут, как бы сказать, насытить нашу сферу и сделать ее наиболее такой насыщенной в плане и образования, и каких-то мероприятий? Сложный вопрос вы задаете. Ну ладно, я попробую ответить. Ну, смотрите, первая история, первая часть ответа. Вот я лично не люблю врать просто, поэтому, скажем так, у нас в институте сам процесс построен так, что нам постоянно приходится искать преподавателей извне. Вот наши студенты знают. У нас один предмет за 10 лет вели 50 человек. Это просто нереально. И это и хорошо, и плохо. Плохо в чем? В том, что у нас как бы приходится постоянно обновлять методические знания, снова людей новым объяснять, как занятия ввести. Ладно, если это наши выпускники, которые тоже могут сейчас преподавать. Вот. А с другой стороны, это хорошо в том смысле, что мы можем выбирать. То есть человек нам не нравится, мы можем легко с ним расстаться, потому что у нас год назад его и не было. Но это наша модель. И эта модель, как объяснить, она хороша была в Тисси, когда он был небольшим факультетом, а вот сейчас мы хотим идти дальше. И вот меня спросили вчера, почему онлайн-образование, ответил, а как, куда, как мне расти? Как бы в такой модели, когда я ищу пять преподавателей, десять каждый год, это нормально, а если надо их двадцать, сто искать, это сложнее. Вот. То есть первый пункт, как бы это, конечно, задать вопрос про модель образования. Второй момент, по поводу удовольствия, недовольствия. То есть надо спрашивать студентов этого же института. То есть, вот я всегда говорю, когда к нам поступают институты, спрашивайте наших студентов. Пусть они лучше вам правду расскажут, и у вас не будет ожиданий каких-то и так далее, чем вы будете приходить на что-то и потом говорить, а вот на самом деле я же вообще другое ожидал. Да, то есть очень важно, на самом деле, работать со старшими курсами, с отзывами и так далее. Третий момент, в целом, пройти преподавание. Да, ситуация сложная. Вообще она всегда была сложной. И проще не становится. Здесь у меня большая надежда на то, что у нас в стране все-таки, кроме поддержки IT-сферы, которые сейчас есть, будет поддержка IT-факультетов. Потому что, когда, допустим, мы даем большие льготы IT-специалисту в компании, а IT-преподавателю в университете эти льготы не даем, как вы считаете, в какую сторону будет карьерная миграция? Согласны? Вот. Поэтому, если резюмирую, первое, это поиск баланса между тем, что надо привлекать преподавателей и работать с привлечением. Второй момент, это надо все-таки говорить, что именно студент изучит и как можно ему... Дело же не только в том, что мы ему... А что мы дадим? Что мы ему не будем мешать делать? Вот в нулевые годы спокойно люди учились на фундаментальных факультетах и шли работать. И они говорят, просто не мешайте мне, нормально, мне нравится у вас учиться, но я как бы буду прогуливать. Вы просто не мешайте. Нет, ты должен ходить там сто пар в неделю и так далее. И третий пункт, это, конечно, что мы ждем развития поддержки IT, потому что без поддержки IT-факультетов и IT-преподавателей я говорю, что карьерная миграция будет в ту сторону, в сторону компании. Спасибо. Еще вопрос, если есть, давайте мне знать, давайте сигнал, еще несколько вопросов можно задать. А мне пока вот в продолжении этой темы под вопрос, вот с вашей точки зрения, как так случилось? Может быть, действительно в образовании лежит часть проблем? Как так случилось, что в нашей стране те самые крутые IT-специалисты оставили, вот в сегодняшней геополитической ситуации мы видим огромное количество проблем. И когда ставятся острые задачи, то на выходе мы вдруг видим рудью, падающий через два дня и не возрождающийся никак. Все-таки недоучивают, у них недостаточно квалификации, знаний, компетенций, которые им передали в УЗИ. Или что-то еще. Это не про политику, это про квалификацию. Дело не в квалификации. Я думаю, что дело в том, что, к сожалению, не только у нас в стране, но много где как бы красивее все сфотографируете. Знаете как, у нас не только в России, я говорю, есть во многих странах эта история, что нет права на ошибку. То есть, например, государственный заказ сделать какую-то замечательную вещь. И разумеется, всегда мы находимся в том, что все торопят. Надо быстрее. У нас, скажем, в нашей экономике всегда был посыл, нам нужно быстрее, нам нужно вот достичь этих уровней и так далее. И права на ошибку при этом нет. То есть, если ты не выполняешь проект, то ты как бы плохо распорядился с деньгами, которые государство тебе доверило. С понятной ответственностью. Вот. И в то же время как бы очевидно, что взамен говорить государству, что ну дайте денег просто, что называется, на поиграться, а что получится, ну это тоже странный разговор. Вот. Я думаю, что мы еще в процессе поиска баланса такого рода, потому что я думаю, что проблема вовсе не в том, что у нас нет квалификации. Квалификации есть, людей можно нанимать и делать. Я просто боюсь, что, к сожалению, часто очень проекты торопят, чтобы они быстрее выходили на продакшн и их, ну, не успевают доделывать. А если проект достаточно какое-то время полежит, рано или поздно все равно его тестируют, его выпустят и так далее. Вот вопрос, есть ли это время, но это уже вопрос, к сожалению, не моей компетенции. То есть это проблема во многом, во всяком случае, постановщиков задачи, да? Нет, не могу так сказать, потому что заказчики тоже делают это не потому, что они такие вредные, а потому что у них есть определенное видение, почему им это надо сейчас. Да, я говорю, это своеобразная противоречия. На него ответа, ответа на то, как его решать, нет. Но, то есть, возможно, что просто нужно чуть-чуть больше доверять и где-то, ну, скажем, не ставить блок, что, типа, вы должны сделать, а мы никак в это не вовлекаемся, но вынь дополож через год. А, соответственно, вовлекаться в саму разработку, быть участником той же разработки, потому что, вот, например, есть Agile, Scrum, кто слышал такие слова, и там есть, например, роли под названием Product Owner, Product Manager и так далее. Так вот, Product Manager – это участник команды от заказчика, который участвует в разработке ПО. А все ли у нас разработки, которые требуются, проходят с участием заказчика как часть команды разработки? Вообще далеко не все, потому что опять не готовы выделять, он занят другим, мы придем, проверим, мы вам деньги дали, разберитесь. То есть, это вопрос общей коммуникации, но я никогда не повершил вопрос с квалификацией, честно. Спасибо. Где ты видел микрофон? Да, пожалуйста. Не надо про квалификацию российских айтишников говорить. Мы готовим. Здравствуйте, Михаил Абрамский. Благодарю вас за ваше выступление. У меня к вам вопрос. Сам я студент геофака, первый курс, Вадим. Каково ваше мнение насчет робототехники, в том числе с комбинацией искусственного интеллекта? Каково их развитие в нашей стране? Спасибо. Да, развитие точно будет. Я не могу сказать его скорость, но оно точно есть по нескольким направлениям. Во-первых, это промышленная робототехника, это роботизация производства, опасного в том числе производства. Это первое. Второе, это все, что касается беспилотного транспорта во всех смыслах беспилотного. То есть я говорю и про гражданскую сферу, и про военную сферу, вообще везде. Беспилотники – это тренд, которым все страны следуют. Тут все буквально страны следуют. Это второй момент. Третье, это как бы точка роста, это прикладная робототехника в сфере услуг. В медицине, ну, в медицине сфера услуг, но можно еще и медицинские услуги тоже считать услугами. То есть медицина, социальная робототехника, транспорт, инфраструктура, транспорт и так далее, там робото-помощники и так далее. Вот. Единственное, есть проблема удешевления робототехники. Почему она как бы чуть-чуть медленнее развивается, робот стоит дорого, пока все еще он стоит дорого. И поэтому как бы делать роботизацию, а потом пропланировать обслуживание роботов, сколько это займет, привлекать, не все отрасли экономики готовы на такие подсчеты. им надо внезапно перейти на роботизацию вместо того, чтобы использовать текущую технологическую базу. Это автоматизация плюс человек. Но там, где это будет подсчитываться и там, где будет виден эффект, там это, разумеется, будет получать какие-то определенные возможности. У вас в сфере, кстати говоря, если вы связаны с нефтедобычей и нефтеразведкой, там робототехника тоже используется, но такие прототипы роботов уже есть, которые занимаются как раз георазведочными работами. Но в целом общей роботизации, я думаю, видеть не стоит по нескольким причинам, потому что точки роста возникают в конкретных областях, где мы получаем экономический эффект от использования роботов. А получить его, еще раз говорю, бывает сложно по причине того, что роботы дорогие, дороже, чем, собственно, текущий труд человека. Примерно так. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Давайте вот два вопроса еще. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Второй курс Институт управления экономики и финансов. Спасибо за выступление. Вступление было достаточно интересным, насыщенным. И вследствие этого у меня и появился вопрос. Отойдем немного от эти темы. Жизнь насыщенная очень у вас. И я хотела спросить, как боретесь с выгоранием, как все вот прям успеваете. Ну, это же тяжело. Быть успешным человеком, в принципе, тяжело. Спасибо. С профессиональным выгоранием как борется или с каким выгоранием-то? Ну, когда вот столько много идей, когда надо успеть за один день и там, и здесь по выработке идей каких-то. Но наступает же момент, когда вот прям... Депрессиняк такой, да? Да, да. То есть, ты сидишь и ничего не хочется. Ну, бывает. Честно, во-первых, бывает, не нужно как бы... Вообще не надо искать среди людей богов или полубогов, которые этого не чувствуют. Все это чувствуют. Это бесспорно. Это раз. Там микрофон просто передать по суда. Во-вторых, вопрос каких-то личных... Ну, то есть, во-первых, вопрос организации работы и борьбы с тем, что не нравится в твоей работе в принципе. То есть, у меня есть просто несколько приемчиков, как я борюсь со скукой в работе. Вот. Один из них я могу озвучить, вот, но, как бы, я не знаю, распишусь ли я о том, что у меня какой-нибудь ОКР или нет. Вот. Бывает так, что есть очень много рутинных задач, которые надо сделать. И они у меня раскиданы, то есть, по мессенджерам, по почтам, в документообороте и так далее. И просто их надо просмотреть, по ним какие-то распоряжения дать или самому ответить, что-то еще. И как объяснить? То есть, этого много одновременно. И вот у меня с этим появился такой лайфхак, мой личный. Но я не считаю его сейчас правильным, потому что он убил мою концентрацию. Значит, я составляю списочек и завожу под каждую, прям под таймер, завожу 2-3 минуты. Написал там электронная почта. И 2-3 минуты я занимаюсь ей. Переключаюсь, 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 переключаюсь. И когда я не знаю, с чего мне начать, я начинаю с этого списка. И еще, из-за недавних пор, я его начал, как это, рандомизировать. То есть, случайно, чтобы он мне подрядок подбрасывал, разрулил. Вот честно, я как бы два года с этим списком живу, и люди стали замечать, что я быстрее начал отвечать. Потому что, как бы, рано или поздно я до их сообщений все равно доберусь. То есть, во-первых, как бы борьба это, когда ты сам себе придумаешь какие-то лайфхаки, как тебе твою рутину с какой-то стороны справиться. Второй способ, конечно, не то, что борьбы с выгоранием, это делать что-то на кураже. Ну, вот, мне сложно представить, что я мог бы работать с 8 до 9, или как-то, с 8, с 8 до 5, но вот прям постоянно, то есть, мне постоянно, я постоянно переключаюсь. То есть, как бы, это приходится делать. Бывает, что я просто, там, мне говорят, ты можешь это доделать, там, до 8, а потом отдыхать. Не могу. Я в 6 могу остановиться и до 9 прождать, чтобы потом вернуться к этому. Это, конечно, порождает свои вопросы, со стороны близких людей особенно, как бы, но, тем не менее, то есть, надо все равно чувствовать свое настроение, когда это делать. Кто-то любит работать ночью, кто-то любит работать по утрам. Надо себя слушать просто в этом отношении. Не нравится, делаешь, сейчас не делаешь. То есть, если нет какого-то там срочного завтра, откладываешь, бросаешь, даешь себе паузу. Вот. Ну, а в третьих, конечно, это заниматься какими-то любимыми делами и отвлекаться на них. Вот. У меня из последних вещей в кабинете я выращиваю мяту и авокадо. Вот. И когда мне, то есть, нужно просто посидеть над чем-то, я там поливаю, что-то листочки пощипываю и так далее. Вот. Ну, мята, это понятно, ее можно там чай заваривать, авокадо-то просто... Авокадо-то долго растет. Долго-то долго, но просто сам факт того, что вот это вот какой-то кость, вы ее посадили на три зубочистки и внезапно она прорастает и растет как... Ой, это не какое чудо. Это надо сам попробовать. Спасибо. Так, вопрос, пожалуйста. Добрый день. Здравствуй, Булат. Здравствуйте. Меня многие не знают, я четырекурсник нашего прекрасного университета, точнее, института. У меня такой вопрос к вам. Я всегда вам задаю очень сложные вопросы. Да, постоянно. Я его не приводил, а то он сам пришел. Да, я сам пришел послушать лекцию. Вопрос такой, как вы видите будущее ИТИСа, я не задаю таких глобальных вопросов сейчас, попроще, в перспективе ближайших лет, в условиях такой нестабильности, когда вот никто не знает, что будет с нами, такой вот очень похоже на 90-е годы, может быть. Как вот вы, как директор, видите будущее нашего института, какие есть планы, хотелось бы очень узнать, услышать. Вот это вопрос. Вот если бы не ваши прелюдия, я бы сказал, что вы сговорились вообще, потому что наоборот, вопрос, по-моему, как раз очень легкий, да, вот будущее институтов, которые готовят ИТИС специалистов, в стране, где говорят, ИТИ, это наше генеральное направление на столетие вперед. Какое будущее? Самое светлое. Есть у вас есть другое? Нужно поделиться планами, надо сказать, что это, ну, как-то очень легкий вопрос. Ты закончил вопрос или есть продолжение еще? А, а, короче, во-первых, диверсификация образовательных программ. Короче, если институт хочет обучать ИТИ-сфере, сейчас любой не про ИТИС, он должен разным людям предлагать разные программы. Вот меня недавно осенило, что, коль скоро мы открыли онлайн-программу, бакалавриат, мы можем не останавливать у нее набор, вообще никогда, потому что из перевода студентов, потому что это может быть выгодно для кого-то и так далее. И фактически ты начинаешь мыслить, что оказывается твоя программа может иметь набор не вот сейчас, когда приемная компания шла, а еще и потом, если они могут переводиться и так далее. Так вот, диверсификация, что означает? что у нас есть много клиентов по стране, которые могут обратиться в институт, чтобы получить какое-то образование, а просто мы можем предложить. Сейчас мы предлагаем программу бакалавриата, программу магистратуры, есть аспирантура, есть курсы доп. образования. Ну, я не знаю, в этом ли году ближайшем, но, может быть, через год, я сильно задумываюсь над СПО, то есть, чтобы у нас были еще и программы среднего специального образования, тоже как бы наши, чтобы к нам приходили после девятого класса или после одиннадцатого на два года приходили и через два года уходили, вот я два года отучился, все отлично, я пошел. То есть, это мечта многих студентов, которые хотят просто тупо начать работать после университета сразу, и чтобы университет их не отвлекал. Второе, эксперименты с онлайном мы не зря начали. То есть, если мы как бы в такой модели, когда мы постоянно как бы привлекаем преподавателей новых, то чем мы больше растем с точки зрения студентов, тем больше надо искать людей. Вот, и в этом смысле наше движение в онлайн, это перекройка, мы перестраиваем наш подход, что мы ищем не преподавателей теперь, а мы ищем лучшие практики онлайн образования. И мы на себя берем ответственность, что как бы уважаемые студенты к нам поступающие на онлайн программы, мы за вас посидели над онлайн курсами партнеров, их посмотрели, приняли решение, что этот хороший, этот плохой, а от них мы возьмем вот это, и как бы и мы для вас их закупим, вы за них платить не будете, как бы вы платите только за свое обучение в институте, и мы становимся таким хабом лучших онлайн практик наших компаний партнеров, да, и при этом мы закрываем фундаментальное образование, мы закрываем историю, связанную там с социогуманитарным блоком, который необходим и так далее. То есть онлайн это второе движение, то есть первая девистикация программ, второе это, ну, то есть мы дальше, дальше будем онлайн образование развивать. Вот. Что касается основного нашего образования, то мы тоже в этом году сделали, вот те студенты, которых там поступили на первый курс, это тоже немножко другая программа, даже не так, по которой вы учились, потому что мы в ней усилили часть, связанную с дата-сайенсом, тем же самым, и с работой с данными. То есть, например, курс ППД стал дольше, машинное обучение перешло на курс помладше и так далее. То есть мы как бы хотим, чтобы вот с нашей как бы основной программы выходили прям гарантированные разработчики или доцентисты на выбор. Вот. Ну, в целом есть еще куча разных мелких идей, да, но, а, ну и, конечно, эксперименты мы будем делать с сетевыми программами с нашими партнерами в России и в соседних странах, то есть, в частности, с кем разговариваются с Убекистаном, Беларусь, Казахстаном. То есть, ребята оттуда хотят учиться в Казани, вот, и как бы, как мы можем построить программы, куда, где могут приезжать учиться студенты разных институтов. А, ну и, конечно, еще, наверное, это рынок англоязычного образования для тоже стран, которые готовы. Мне арабские студенты доливают второй год, что они хотят, могут привести толпу людей учиться на английском языке в ИТИСе. Ну, я об этом думаю, пока я не готов в это бросаться, но я об этом думаю. Спасибо. Маленький вопросик можно? Да. Вот вопрос такой философский, просто хотелось услышать ваше мнение. Что, вот вы сказали про рефлексию, мне очень понравилось по поводу рефлексии, когда случается что-то позитивное, а не негативное. Я когда ехал на эту лекцию, я смотрел в окошко под Goodbye America и думал, рефлексировал, и вы очень в точку сказали, спасибо вам большое. Что вы могли бы посоветовать вот всем вот молодым людям в условиях такой вот очень непонятной ситуации, как, ну, возможно, стрессовой, да. Что вы могли бы посоветовать для того, чтобы развиваться личностно, вот рефлексировать, может, как-то эффективнее. Ну, в общем, как не терять эти ориентиры, исходя из вашего опыта? Ну, про авокадо вы уже... Ладно, ну, если честно, в любой стрессовой ситуации опирайтесь на ваше близкое окружение. Это раз. Это есть... Я ничего не скажу от себя новое, скажу просто то, что другие люди говорят. Опирайтесь на ваше окружение, на ваших близких. Вы с ними все равно будете всегда в том или ином виде. Не ругайтесь с семьей. Как бы это сложно делать. Но, тем не менее, они у вас всегда есть. Держитесь за тех друзей, с которыми вы одинаково. Обстанно разговаривайте, не закрывайте себе. Ну, то есть, первая часть это, разумеется, надо разговаривать. Второе. Вы можете становиться... Ну, вы сейчас, как бы, вот, особенно здесь же младшие курсы, да, сидят. Вы сейчас живете с правом на любые ошибки, которые, как бы, вы себе можете позволить. У вас такого больше не будет. И поэтому вам нужно потратить время для того, чтобы попробовать максимально того, что можно. Вообще не страшно ошибаться. Вообще не страшно внезапно поменять свое решение и выбрать что-то другое. То есть, воспринимайте свое сейчас статус студента и молодого, в принципе, человека как вообще абсолютно легальное право на ошибку. От вас взрослые люди этого и ждут, что, а, он студент, да ну, кто его знает? Он, может, там это не придет завтра или там контрольный будет писать или что-то. Это и в профессиональной сфере, и просто, да. У вас сейчас есть, ну, карт-бланш вообще на любые вещи. То есть, вы можете пробовать, вы можете ошибаться, разочаровываться в чем-то, менять. Потратьте время на это, попробуйте максимально другого получить разносторонний опыт. И вы, ну, обратите внимание, что, вот, как бы, держась за близких и получая разносторонний опыт, вы начинаете гармонично, лично сформироваться. Ну, а что касается, как бы, профессионального развития, то просто, скажем, смотрите вакансии, которые вам нравятся, и смотрите в их требования, и сравнивайте с собой. И вот, чего не хватает вам, или чего вам кто-то не додает, подучивайте сами. Вообще все будет нормально, у вас цели появятся сразу же. Спасибо. Спасибо. Это был почти очень красивый финал. Говорю почти, потому что все-таки вот вы еще раз, еще раз повторили термин опыт, и хотелось вот здесь конкретизировать. Вы говорили о тех людях, которые повлияли очень существенно на ваш выбор, вот в этой дилемме IT, образование, как, может быть, совместить, где, может быть, разделить, развести эти составляющие. Ну, все-таки это больше сверстники, да, Хасьянов, ну, администратор, вуза, высшее должностное лицо здесь. Понятно. А вот чей опыт жизненный, профессиональный, извне, оказался для вас наиболее симпатичным, важным и значимым? Может быть, он в семье даже был этот опыт, может быть, он был извне, может быть, он был далеко зарубежный, а может быть, был совсем, что называется, вот здесь рядом. И он предопределил нечто такое, что потом стал частью вашего жизненного кредо. Сложный очень вопрос. И так много разных людей, я не зря про нее рассеять сказал, я с них собирал уже, прям с миру по нитке, вот, чтобы кто-то прям персонально что-то мне сказал, это... Нет, я тогда в шутку немножко оберну ваш вопрос, если можно. Я знаю, какие книжки повлияли на меня ценностно, ну, в плане моего восприятия, как бы, свет, там, добро и так далее. И вот это меня действительно повлияло. Может быть, жизненный опыт героев этих книг. Сейчас будет очень неожиданно, вот, но я говорю абсолютно серьезно. Значит, есть такой Дмитрий Емец, и у него есть серия Таня Гроттер и Мефодий Буслаев. Это как бы... Я ее аплодирую тоже даже, смотрите. Ну, вот, без шуток. Сначала, да, это как бы первая книга Таня Гроттера, это породина Гарри Поттера, а через какое-то время ты читаешь такой, это что такое? Это же... Я вроде так всегда и пытался жить. И был у меня эпизод, когда я, значит, в одной социальной сети сижу и читаю цитату, я говорю, как это же на меня похоже. Вот я прямо точно, точно... Вот я прямо так же чувствую и ниже пишу цитаты из такой-то книги, там, Дмитрий Емец. Я такой, да что же... Ну, то есть, если... Ну, я не говорю, что это нужно всем. Это мой просто очень странный опыт, который я действительно еще даже вот недавно, пару лет назад снова почувствовал, что на меня вот эти книги почему-то повлияют. Хотя они вроде бы относятся к разряду подростковой литературы. Ну, вот, как-то так получилось. Спасибо большое. Я думаю, что в предложенной вами градации сегодня точно две составляющие у нас получились. Это формирование какой-то команды единомышленников, тех, кто так или иначе услышал, понял и принял то, о чем вы говорили. Ну, и некоторая такая рефлексия прожитого и постановка задач на далекое будущее, в том числе и для института, и для отрасли, и для каждого, наверное, лично, кто сегодня вас услышал и услышит с экранов наших телеканалов. Спасибо вам большое и до встречи. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова